После горячей ванны, на второй день выхода, из семидневного голодания, потеял сознание и сильно ударился головой, лицом, как после драки, очень расстроен. Уважаемый Петрович, скажите, в чем может быть причина? Ну не читайте вы мои книги, ну не читайте вы, надо было сначала почитать и так далее. Смотрите, горячая ванна расслабляет, то есть тут происходит следующее. Наше, как бы сказать, сознание, наши тела энергетические, они, как бы сказать, во время голода становятся легко отделяемы от физического тела. Чуть-чуть-чуть, потом весны снятся нам, и интересные вещи происходят именно с сознанием. Вот, когда вы еще вдобавок в горячей ванне распарились, вот это вот буквально-таки поле, знаете, оно едва закреплено здесь, в нашей, так сказать, вот этой вот физической оболочке. При вставании оно просто сползает с нас, и человек резко встал, оно сползло, и уже не управляется энергетикой, ну, бывает, ауры, энергетикой этих тонких тел, голова, да? Оно вот здесь вот. И сразу же, естественно, теряется сознание, человек брыг и падает, и получается, вставайте после ванны очень и очень медленно. Вообще, на голоде еще более-менее как-то на все держится. Как только вот начинается восстановление, так вот тут и наблюдается резко. Ни в коем случае вставать нельзя, тем более из теплой там ванны, чтобы не было потери сознания. У меня такое часто бывало, я понял его причину, раз встаю, знаете, даже можно так сказать, сначала, когда начинаете вставать, задницу подняли, а потом медленно-медленно-медленно поднимаете голову, чтобы не было этого явления. Почитайте мои книги, почитайте библиотеку, ай-яй-яй-яй. В чем может быть причина? Причина в том, что, я же сказал, поле на голоде сползает после голода, и резкое вставание делает, что голова без поля, и она, естественно, ничем не управляемая, падает. Продолжение следует...